всем привет с вами ольга чернова моя городная азбука конечно же с появлением огромного количества томатов рацион наш моментально меняется я томаты вывожу почти в каждое блюдо и вот самым-самым традиционным часто используемому распространенным блюдом у нас вот всегда я готовлю очень часто это горячие бутербродики с колбасой сыром и томатом с применением вот этой чесночной обмазки кто ни разу не готовила сейчас вам покажу как я буду готовить но это очень простые рецепты которые наверное знают все но они не становятся от этого хуже для этого нужен сыр твердых сортов сам собственно хлеб вот на который мы будем все это накладывать лучше всего подходит конечно вот такой круглый потому что он идеально совпадает с размером колбасы и с круглой формой от томатиков но мне сегодня круглый достался только один взяла продолговатый такой батон резанный просто придется нарезать продолговатыми вот такими дольками колбаску обязательно чеснок и обязательно майонез сейчас все когда подготовлю я вам покажу и расскажу подробнее простейшее блюдо но вкуснейшие и главное что там будут у нас наши любимые томатики колбасу нарезаю томаты нарезаю сыр натру на терке и сейчас сыр сок с этим с чесноком и с майонезом перемешаю сделаю вот такую намазку слой сыра с майонезом с чесноком потом пойдет сверху колбаска потом томат потом снова сыр с чесноком и в духовку свои конечно укладывать можно произвольно и каждый скорее всего чередует по-своему но я делаю так я сначала вот эту вот сырно-майонезную намазку с чесноком сначала слой вот этой намазки потом укладываю колбаску на колбаску уже помидорку и на помидорку вот такой еще шапочку как на хлобучку еще такая намазка она в духовке растечется и как разогреется и растечется все после когда вот эти шапочки наложить час на томата я поставлю в духовку температуру ставлю произвольную можно предварительно разогревать можно не разогреть я сейчас разогрела до 200 градусов суну туда все продукты готовые к употреблению сырого ничего нет и как только сыр расплавится сразу достаю вот в таким в таком виде я укладываю горячие бутербродики в духовку но они еще конечно не горячие достаточно пяти минут они будут горячие а вот так они выглядят когда я их вытаскиваю из духовки но тут время запекания может быть разное вот видите у меня получилось что немножечко даже с такой с румяной корочкой вот шкварчат хотела просто до ну да как сказать до горячего состояния получилось что они даже у меня немножко подрумянились это дело вкуса кто-то любит вот такие хрустящие румяные если вот так подрумянивается верхушка значит хлебушек тоже у нас получается как как типа ну немножко подрумянины внизу зарумянины такой конечно это и вредно кто-то скажет и высококалорийно но зато как вкусно там и свежий томат сочетается с лесноком с сыром и колбаска и хлеб все это очень-очень вкусно и удобно потому что можно брать с собой я вот когда много делаю у меня муж даже берет с собой на работу в микроволновку усунул погрел маленько начинается аромат вот этот чесночный и пожалуйста вот это те дары которые мы выращиваем у себя на огороде которые нужно использовать в разных в разных вариациях различные разнообразить наше меню зимой со свежими помидорами такие бутербродики не будешь делать у нас цены в магазинах кусаются на томаты зимой а летом пока есть томатное изобилие делайте пожалуйста вот рекомендую но я уверена что многие знают уже этот рецепт говорю это тем кто еще не знает